Привет, друзья, подписчики мои! Вчера мы посмотрели просто офигенных миньонов по 150 рублей. Сегодня мы посмотрим с вами киндер-сюрприз с Машей и Медведем за 70 рублей. Где-то 79, где-то 80, ну как бы от магазина зависит. Мне кажется, в кораблике они стоят рублей 150. Вот, и мы посмотрим вообще годнота или не годнота, потому что Маша и Медведь это наш российский бренд, который показывает за рубежом очень много где, потому что мультик простой и веселый. Вот, концепция данного мультика, то что Маша косячит, Медведь разгребает. Все как в жизни, и я считаю, что это неправильная позиция. Что у нас во всем мире девушки хотят чего-то, но при этом есть мультики популярнейшие, где девочка косячит, мужик, ну, Медведь исправляет. Ну, это так, философские мои мысли. Вот, но концепция данного мультика мне непонятна. Ребенку с детства внушается то, что ты косяч, кто-то старший придет и разгребет. Так делать нельзя. Мультик Маша и Медведь смотреть, я считаю, не стоит. Вот, но, тем не менее, он есть, и по нему куча мерча, куча оригинала. Хотя по оригиналу, кстати, я бы не сказал, что его много. Где-то залетает в подобных вот концепциях, но вот так, чтобы Маша и Медведь прям продавалась огромной партией типа троллей в детском мире, ну, такого я что-то не припомню. С другой стороны, давайте будем открывать, рассуждать, смотреть, что за коллекция. Вот такая вот коллекция. Открываем. Вот, я их купил пару дней назад. Вроде как свежак. Поэтому, поэтому так. Хотя, меню на тоже было написано свежак, а сделаны были полгода назад. С другой стороны, срок годности у них полгода. Поэтому такое. Опа, опа, опа. Ой, слушай, а здесь, подожди, есть что-то много всего. Что-то много всего. Ой, слушай, вот это неплохо. Ну, пока, друзья, посмотрите. Ну, да, Мишка, конечно, не похож на Мишку из мультика. Вот, странновато выглядит. Но здесь какие-то аксы есть. Так, вот она вся коллекция. Мишка держит что-то. Мишка, ну, вот смотри, да, Мишка держит еду, Мишка ловит рыбу, а Маша развлекается. А вот этот волк, кстати, у меня уже есть такая фигурка. Не помню. Ну, по-моему, тоже из киндера вроде с Машей. Вроде из старой коллекции. А может быть, это коллекция? Подожди, у меня точно есть такой волк. А, вот это можно красить яйца, видимо. Пасха, что ли, что-то, я не пойму. Вроде к Пасхе, потому что здесь какая-то, видишь, есть и какая-то у него краска, вот кролик. Ну, не знаю. А Маша тусит, Маша развлекается. Ну, как всегда, собственно. Я немножко... Ага-ага. А, сейчас мы соберем эту хитрую конструкцию. Хитрую конструкцию. Так, это надо вставить вот сюда сначала. Сложь, здесь такой тонкий элемент. Опа, нет, нормально, легко вставляется. Здесь у нас вот эта штука. Ничего себе инженерия у киндер. А вот это, вот такая здесь штучка. Не особо понимаю, для чего здесь... А, это просто... А, здесь просто не покрасили. Ну, ладно. И теперь это нужно вставить каким-то образом сюда. Ну, а, вот я понял, как. Во, блин. Во, киндер. Вот, и типа теперь вы дуете, и она типа вращается. Вот. А у медведя есть... Подожди. Была же еще одна штука. Куда делась? Потом на повторе посмотрю. Блин, шоколад развалился. Ребята, подожди. Да, у медведя еще должны быть, что это, краски? Или что? А где краски? Куда? А, вот они. О, блин. Чуть не потерял. Вот же они. Но я не только не особо понимаю, что он делает. Он как бы в кепке. Ну, а что он делает? Может быть, Маша рисует, пока он держит? Вот странная философия. Эта штука и бумажка еле держатся. Для чего-то прям нужно вставить ему сюда ее. Чтобы что? Мишка прикольный. Единственное, что он вот на картинке... Да, даже на картинке. Да, он... Да. Нет, по качеству пластика претензий нет, но по качеству исполнения того, что это... Что это вообще такое? А это что у него? А, это у него тюбик. Тюбик. Он сел на тюбик или что? Тюбик из кармана выдавился? Не понимаю. Хорошо, ладно, ладно. Посмотрим другие фигурки. Меня только расстраивают, конечно, эти фигурки, которые... Вот, волк там есть. Меня прям расстраивает. Вот. Нет, если я... Слушай, смотри. Смотри, не могу открыть. Прикинь, давлю, не могу открыть. Потому что свежий он или что? Или потому что... Опа, опа. Шоколадки посыпались. Ну, как всегда, собственно. А он не открывается. Почему? Блин, ну все, я все на сегодня начал. Ну, он прям не открывался. Жесть. Так не должно быть. Киндер. Ай-яй-яй. Может, подтаял, наверное, просто? Ну, не у меня. Скорее всего, у меня как бы холодно. Скорее, где-то в магазине подтаял. Потому что у меня как бы так прохладненько здесь. Ну, в смысле, не то, что прохладненько. Но, типа, негде ему было растаять. Опа, опа. Во, волк. Вот. Сто пудово был такой. А, или не было? Нет. Волк есть сто процентов у меня такой. Я вам серьезно. Вот, волк есть. Вот он. Грустный серый волк, который еще, по-моему, с игрушек этих, с мультиков 90-х еще, по-моему. Но что делает волк? Опять вот это, видите? Здесь она совместящена, здесь нет. Я не понимаю. Че-то волк творит. Волк что-то творит. Волк на подставке сидит. Ага. Нет, такого волка не было. Но фигурка, в смысле, была, а вот подставку они сделали. Походу, новая коллекция, но как бы старая коллекция. Такая фишка. Так, подожди, это надо нам... Ну, я считаю, что это вообще шляпа какая-то. Вот такой волк, который сидит на какой-то челюсти. А можно как-то ее это, да? Понятно. Вот. Берем теперь бумажку по концепции и вот так делаем. А... И зачем... То есть, ну вот так нарисовано, понимаете, да? Зачем? Чтобы... Чтобы что? Зачем мы мнем бумажку? Чтобы следы? А-а-а, киндер. Киндер, киндер. Ладно, хорошо. Давай дальше, Пальч. Не, я с позиции... Слушай. Нет, они свежие, но, видимо, подтаяли просто немножко. Я как бы... Во-первых, это чит-код. Во-первых, вот такая фигурка была уже. Я вам даже покажу, наверное. Может быть даже... Кстати, может быть... Очень даже на этом канале похожая распаковка есть. Может, поищите, найдете. Так, давай дальше. Так, о, здесь панда. А вот о чем я говорил. Панда какая-то пасхальная панда. Здесь тоже много всего. Ну, хорошо, хорошо. Слушай. Здесь как будто... А, нет, так... Такое же, да. Короче, вот это качество вот этих бумажек, брошюрок безопасности, оно хуже, чем вот у этой вот полностью карточки. Или мне уже кажется. Посмотрим, посмотрим. Вот такая панда. Киндер, что вы делаете со мной? Подожди. Ой, какой дурацкий вот здесь пластик. Фу-фу-фу-фу. Так. 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 Ну, точно говорю, они к пасхе яйца рисуют. Сто процентов. Слушай, ну... Ай. С одной стороны, вы скажете, не угомошь. Ты же затопишь за фигурки. С другой стороны, не за такие фигурки. Вот такая вот панда с кисточкой. И здесь какой-то есть квест. Друзья, здесь высохшая краска. И когда мы нальем водички, вот, видимо, вот сюда, то мы сможем нарисовать что-то. Но... Ну, это... Ну, это... Это, понимаете, это вот такая фишка. Ну, вот, блин, камон, что купить лучше? Вот такого миньона за 150 рублей? Или две вот эти фигурки? Типа, один делает лапы. Зачем? Не понимаю. А второй красит. Но здесь краски. Ну, что в этим накрасить? То есть, за... Там 100 рублей, вот, серьезно, за 100 рублей можно пойти в фикс прайс и купить себе акварель с кисточкой нормальной, без вот этой вот убогой фигурки. За 200 рублей можно купить более качественную акварель. А, это еще потом вот так можно, да, ставиться? А, нет. Смотри, он даже... А, он стоит. Ну, как? Ну, ладно. Ну, хотя бы что-то. Ну, ладно. Слушай, все интереснее и интереснее. А прикинь, будут все разные. А сколько тут фигурок все в коллекции? Раз, два, три, четыре, пять, шесть... Восемь фигурок! У меня есть шансы. У меня есть шансы. Прикинь, все разные. Ну, конечно, вряд ли, но... Но три уже есть. Это уже, это уже прям прогресс для меня. Обычно бы сейчас было восемь повторок. Так, о! Слушай, у нас пингвин. Прямо это, прям это интересно. Пингвин — это хорошо. Пингвин... У пингвина тоже что-то есть. Хотя, кого я обманываю? Знаете, у меня в детстве были чупа-чупсы с игрушкой. Там была пляжная серия. Такая же, там можно было мороженку делать из пластилина кинетического. Такая же ляпа. Но мне так доставляло это в детстве, если честно. Поэтому это, наверное, хорошие игрушки. Я просто придираюсь. Так, что пингвин творит? Но! С другой стороны. Нет. И с другой стороны. Объясню. У нас было тяжелое детство. Выживали как могли. Игрушек не было, как у вас. Не было ни детских миров, той рук, корабликов. Не было блогеров. Не было комиксов. Не было кино, как у вас в таком количестве. Не было интернета. В конце концов. Не было Браул Старса вашего святого. Понимаешь? И выбора не было. То есть, дали чупик, ты вроде как играешь. Сейчас же, когда выбора просто огромное множество. Понимаешь? Делать какие-то слабые фигурки. Я считаю халтура. Но такой пингвин, в общем. Пингвин. Ага. Пингвин стреляет снежками. Но вот здесь хотя бы что-то попытались. Мишенька. Я показал вам пингвина, нет? Вот такой пингвин. Такой челивили, челивили. И у челивили есть вот такие вот снежки. Ставим снежок под подставочку. Обязательно делаем вот так красиво. И пуляем. Ну-ка. Ой, не вчера вышел обзор на Мьёнов, а позавчера, извиняюсь. Ну-ка. Вот это да. Вот это просто пушка-гонка. Буду играть, переиграюсь. Понятно. Дальше идем. Ну где Маша-то? Камон. Я хочу... Смотри. Приколюха. Мы собрали всех, кроме Маши. А, кролика не хватает. Но сейчас будет кроль. А тут вся коллекция, по-любому, я уверен. Но если будет реально вся коллекция, вот это прям... Вам нужно... Вы просто будете обязаны лайк поставить. Потому что киндеры прощупать, провесить никак невозможно. Ну, давай посмотрим. А, вот оно. Художник. Все, художник попался. Нет, коллекции точно не будет. Но Машу-то дайте хотя бы одну Машу. А сейчас прикинь, четыре таких же будет. Вот я буду ржать. Но это нормально. А с другой стороны, я очень Машу не очень Машу люблю. Поэтому, в принципе, годится. Посмотрим, что здесь. О, вот и Маша. Вспомнишь солнце, вот и лучик. Такс. Смотрим сначала ее биографию. Что тут Маша творит? Маша в шапке. Маша... Это и парик. Это парик. А Маша... А, да-да. А еще ты, прикинь, что? Короче, они не смогли придумать функцию. И смотри, что они сделали. Типа, Маша может вот так. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И Маша может так же, но в парике. Слушай, киндер. Ну вот... Ля-ля-ля-ля-ля. Слушай, ну это халтура. Во-первых, парик как-то... Вроде как-то... Нет, нет. Он не держится. Он просто болтается на ней. Это раз. А во-вторых... Ну то, типа, функция, типа... Ля-ля-ля-ля. Но с другой стороны, вот же фигурка. Вот же фигурка. Но просто так нарисовано у Бога, что типа... Ну вот так ей играть. Прикинь? А кто-то реально почитает и будет вот так делать. Динь-динь-динь. Или мой видос посмотрит, что не дай бог. Короче, открываем дальше, киндер. Этот как будто был приоткрыт. Как будто мне показалось, он был приоткрыт. Удивительно. Ладно. Пум. О, Солошель. Да ты что? Да ты что? Вторая Маша. Да не может быть. Но здесь уже Маша поинтересней. Солошель. Но смотри, мы собрали коллекцию, кроме... Медведя с удочкой, кроме Зайца. Интересно, что Зайц делает. Меня прям беспокоит. Медведь-то ничего, а вот Зайц прям что-то как будто делает. Ну ладно. Опа. Опа. Маша на коньках. Хорошо. У Маши три детали аж в корпусе. Так. Смотрите, это Машины внутренности. Солошель. Но шесть фигурок из восьми, это я прям вообще... Смотри, Маша может делать вот так. Тыщ, тыщ, тыщ. И вот здесь, да, в принципе, обусловлено, что вам показано, как это сделать. Понимаете? А здесь, как бы, чтобы не потерялось, вот такая вот шайба на ледышке. Здесь, в принципе, обусловлено, но мои жирные пальцы туда не подлезут. Но это тоже так себе фишка. Короче, друзья, я вам покажу. У меня есть киндеры. Офигенные старые киндеры. Из очень качественного пластика. И там есть серия ниндзя-обезьян. Вот я бы сейчас бы продавалась, я бы сейчас пошел бы всех купил. Ниндзя-обезьян. И там есть обезьяна, которая, да, работает по такой же самой схеме. Вот по такой же, да, абсолютно такая же схема. Но та... Ой, даже, смотри, она даже 360 умеет. О, блин, Маша Полтергейст. Но, блин, та... Как бы, да, раньше было лучше, но, камон. Обезьяна была на пружинке. То есть, может быть, я неправильно собрал. Подожди, может быть, есть какая-то... А, да! А я тут сижу... О, вот резиночка-то. Это я неправильно собрал. Так, киндер, у тебя еще есть шанс. Подожди. Да, это я неправильно сделал. Вот, надо еще было резиночку. Так сразу и... Хотя я смотрел инструкцию. Вот я старый уже стал. Вот оно что. Все, киндер, претензия снимается. Так, и надо как-то теперь... А что мы делаем? Куда надо ее? Вот так, что ли? А, вот, вот, вот об этом я говорю. Вот. Хтищ, 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 хтищ. Вот. Вот это, в принципе, уже что-то. Но, опять же, все равно я буду... А что такое? Что это такое за подставку? Чтобы Маша не падала? Ну, это совсем позор. Короче. Там есть фигурка. Вот так вот. Вот так вот, как говорит этот Невский. Вот так вот. Там есть фигурка ниндзя-обезьяны. Которая по такой же принципу работает. Но она сделана без убогой резинки, которая вылазит отовсюду у Маши. Она уже внутри нее пружинка там или резинка, я так и не понял. И у нее в комплекте... Во-первых, она по качеству интереснее, по детализации. Во-вторых, у нее там в комплекте маленькая такая деревяшка, которую надо разбивать. Ты делаешь столик из деревяшки и разбиваешь ее. И это прикольно. А вот здесь, ну, может, я придираюсь, не знаю. Может быть, я придираюсь, конечно. Но вот эта вот штука, чтобы Маша балансировала, это пипец. И финальное яйцо, если будет здесь кролик или медведь с удочкой, это прям будет вообще победа просто. Но мне не может так повезти. Хочу я уже ролик закончить. Но вдруг, вот вдруг сейчас прям пух откровения и вообще офигею. Я тоже офигею. Нет, Маша с удочкой. С колюшкой. Друзья, ну что ж, вот такое было видео. Такое было сегодня у нас коллекция. Пиши в комментариях, кто понравился тебе больше. Бездильница Маша, которая так делает. Или же Мишка непонятно где у кисточки, или волк, или вот он. Мне кажется, пингвин самый такой нейтральный. Он типа, я пингвин. Все, всем удачи, всем пока.